эй гайз всем привет добро пожаловать на канал лас на связи и сегодня у нас как минимум интересная тема для разговора интересная тема для обсуждений в целом интересный ролик вы меня часто на стримах даже на вчерашнем стриме меня спрашивали когда будут обновления в папглайд а будут ли обновления в папглайд а когда его закроют а что с ним будет но так как я не разработчик я такой информации не владел до сегодняшнего дня и до вот недавнего момента а все почему вы уже я думаю поняли из названия этого ролика ну и в общем-то долго томить не буду папглайд официально 29 апреля до свидания его официально закрывают это в общем-то на официальном сайте папглайда российского русского раздела до написали уведомление уже это все все группы зафорсили то есть это официальное обращение уважаемые игроки мы не имя неимоверно признательны верной армии поклонников за любовь в поддержку папглайд надеемся в трудные дни пандемии папглайд помогла игрокам не скучать на самоизоляции к сожалению после долгих споров нам пришлось принять трудное решение прекратить поддержку проекта наше путешествие подходит к концу с при скорби им сообщаем что поддержка папглайд завершится 29 апреля 2021 года здесь дальше расписание закрытия а то что закроется сайт закроются загрузки игры то есть сервера уже больше не будут поддерживать в лайт версии заканчивать поддержка игроков подожди подожди окончание предоставления и слуг и в 29 мая flight заканчивается поддержка игроков я так понимаю не забудьте ознакомиться с предыдущим обновлением для прекращения обслуживания так до прекращения обслуживания вы можете как и прежде продолжать игру и тратить уже накопленный л-коин останется да тара 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 приносим всем свои искренние извинения и выражаем глубокую признательность нам правда хочется верить что вам понравилось проводить время вместе с вами что вы будете следить а в общем то за нашими новыми проектами то есть как я и говорил ребят недавно что опять таки отвечая на те вопросы да по поводу того будут ли обновления что я об этом думаю я в общем то и говорил как вы помните да что папглайд уже давным-давно пора закрывать почему потому что обновление нет уже года полтора там с января 2020 по моему если даже не раньше но по моему да по моему это было так уже дофига времени нет никаких обновлений в принципе письмо официальные разработчики прислали уже давно что игру как бы уже все там забили на нее огромного болта что вы можете в нее играть но и она никак уже не будет не обновляться ничего такого вот вы в принципе понимаете да что читеров было много потому что за этим никто не следил никаких обновлений не было разработчики естественно над игрой уже давным давно не работали уже игру и больше года то есть игра была просто в таком замороженном состоянии и и в принципе ну наверное логично было бы закрывать уже давным давно но вот видите они ее оставили оставляли для того чтобы вы могли там допустим пока проводите время дома играть в нее так же как и в другие игры ну а это в общем то ребят логичное завершение пап глайта хотя для меня лично как для игрока как для стримера и в целом до для участника скажем так этого проекта до игрового мне конечно ну грустненько от этого потому что блин игра была реально крутая у нее был офигенный потенциал я об этом тоже не раз говорил и что разработчики ну как-то по-дурному сделали то что на него забили если бы они пап глайд довели до уровня пап стима в плане обновлений в плане всяких там инноваций выходимых патчей так далее то это было бы реально топ игра которая скорее всего бы переплюнула steam и об этом мы тоже говорили уже много раз но видать чтобы этого не было они эту игру прикрыли чтобы не терять деньги не терять турниры и все такое прочее но как мне кажется это была ошибка разработчиков но тем не менее это их как бы до решения это их видение своей как бы ведение деятельности создания игр и так далее но впереди у нас ребят в принципе можно не отчаиваться потому что впереди у нас выходят два новых папка как минимум да как минимум ладно один точно выходит пап steam тоже должен обновить обновиться когда-то то есть в принципе это было логично перед выходом двух новых папков нужно было наверное эту игру уже прикрыть я тоже об этом говорил потому что сейчас скоро выходит pub new state мобильный который неизвестно будет ли он еще и адаптирован под пока или не будет то есть это тоже пока слухи пока не известная информация мы знаем точно что он будет как бы стопудово на телефоны а будет ли еще пока версия это под вопросом хотя я это тоже не раз говорил что это было бы тоже правильным решением сделать для слабеньких пк pub new state отдельную версию отдельный пк-клиент как это есть допустим в игре киберхантер или какой-нибудь там rules of survival допустим да там отдельно выпускали клиенты под пк это ребята молодцы китайцы делали свои игры делают и продолжают их как бы поддерживать еще и на пк также должен когда-то выйти и я так понимаю новый стимовский папка об этом тоже уже много было разговоров о том что должны быть два как минимум новых пабга и мобильный и пк-версия про пк-версию еще пока ничего не слышно но вроде как слухи ходят так сказать туда-сюда да и мы в общем-то как вот пабговской комьюнити об этом уже не раз слышали будем ждать мобайл будем ждать какие-то обновления какие-то новые возможно battle royale которые придут на смену пабгу потому что папку же сам по себе конечно устарел скажем так морально и уже поднадоел большинству игроков но тем не менее будем ждать обновлений впереди у нас ребята 31 марта покажут игру более подробно the day before которую мы с вами ждем очень сильно до в которой мы с вами нырнем как только она выйдет вот так что впереди я думаю у нас много всяких интересных проектов игровых для меня конечно да по глайтик все-таки был такой игрой где можно было посидеть расслабиться вот даже вчера на стриме зашли взяли пять топчиков посидели нубов по пинали читеров по пинали то есть принципе с кайфом но ведь его закрывают но потому что это реально нелогично ребят как бы приходится компании которая делает папка все-таки платить за сервера до платить там за какую-никакую как бы обслуживание этих серверов это тоже нелогично если игра уже как бы давным-давно находятся на дне да там в дальнем ящике шкафу да как бы то смысл ее поддерживать смысл платить деньги допустим серверам и там паре каких-то разработчиков которые в техподдержке отвечают но это тоже глупо согласитесь тратить им деньги в никуда и при этом ничего с игрой не делать поэтому конечно логично то что и закрывают наверное правильно делают пускай у нас выходят новые pub какие-то обновленные какие-то красивые симпатичные и все у нас будет замечательно пишите ваше мнение в комментариях ролик у нас немножечко такой сумбурный получился я его делаю без какого-либо сценария без заготовленного текста в голове у меня было немножечко по-другому выстраивание нашего сегодняшнего с вами можно сказать диалога но моего монолога но тем не менее как-то вот так скомканно немножечко мы с вами это дело обсудили более подробно может быть еще обсудим на стриме возможно сегодня вечерком запущу стрим тоже папа глайту побегаем пообсуждаем эту тему постреляем тоже посмотрим что у нас там и как может быть какие-то у вас интересные тоже мысли бы на этот счет есть но в любом случае пишите их комментариях не забывайте прожимать подписки на самые топовые стримы на русскоязычном ютубе без лишней скромности скажу да еще не признанного стримера меня вот ладно ребят подписочку прожимаете ставьте колокольчик не забудьте лайкос влепить под этот ролик ну и как я уже говорю встретимся в комментариях я вас почитаю по лайку и поотвечаю на интересные вариации всем спасибо обнял пока пока пока